Форум «Армия-2018» на полигоне Кадамовском в Ростовской области открывается уже завтра. Он проходит сразу в нескольких городах. На главной выставочной площадке, в подмосковной Кубинке, Роствертол представил модернизированные разработки своих вертолетов. Сегодня машины проведут показательные полеты. Технику уже осмотрели участники форума и наш корреспондент Андрей Сапегин. Армия-2018 — это без привлечения десятки тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники. Международный военно-технический форум ежегодно бьет собственные рекорды посещаемости и числа участников. И центр всего происходящего здесь, в парке «Патриот». Глава Минобороны Сергей Шойгу, приехавший в подмосковный конгрессно-выставочный центр, заявил, что Россия представит на форуме 26 тысяч единиц военной продукции. Это и техника, и вооружение, и средства для обеспечения безопасности. Участники армии-2018 — полторы тысячи предприятий, занятых в военно-промышленном производстве. Одно из крупнейших предприятий на форуме из Ростовской области — «Росвертол». Вертолетный производственный комплекс привез в Подмосковье четыре своих детища — модернизированные Ми-26, Ми-35 и Ми-28. Эти образы являются модернизированными, в них воплощены самые передовые технические решения. Применяемое вооружение на этих вертолетах позволяет значительно усилить боевые возможности этих летательных аппаратов. Стало бы сделать более привлекательным для всех заказчиков, которые обращаются к нам. Речь идет о вооружении и бортовом оборудовании. К примеру, Ми-35П получил новый обзор на прицельную систему «Цифровой пилотажный комплекс». У Ми-35М расширены опции по оснащению, улучшения ночного охотника коснулись состава вооружения, а у Ми-26Т2В снижена нагрузка на экипаж и повышена живучесть вертолета. В Подмосковье сильные ливни, но погода для армии не помеха. Гостями форума станут делегации из 102 стран. Предполагается, что они подпишут контрактов на 40 миллиардов рублей. Андрей Сапегин, Олег Пудов, Вестидон, Московская область, Парк Патриот.